Тем временем более 2,5 тысяч человек в Чувашии не получили вовремя зарплату. Что делать с работодателями-должниками и как вернуть людям, сейчас на заработанное, обсудили на заседании межведомственной комиссии. 146 миллионов рублей задолжали предприятия республики своим работникам. Среди недобросовестных работодателей 51 организация, из них 23 предприятия банкрота, на счету которых долг более 132 миллионов рублей. Наибольшую задолженность по выплате заработной платы имеют следующие организации республики. Это государственные монетарные предприятия Чувашской республики, Чувашавтотранс, Минтранса Чувашии. Здесь сумма долгов по заработной плате составляет 79,5 миллиона рублей, вперед 728 работниками. Это составляет более 55% от общего суммы долга по заработной плате в республике. Следующие торги назначены на 29 марта, 17 и 26 апреля. С молотка уйдут автобусы и два автовокзала Чувашавтотранса. Прогнозы пока обнадеживают. Конкурсный управляющий заверил, что после той ревизии, которая проведена на предприятии, имущества будет достаточно для реализации погашения долгов. Сегодня предприятие активно выставляет лоты на продажу. Да, пока, как здесь было уже сказано, проданы только магазины, небольшие лоты, которые пошли на погашение налоговой задолженности. Но большие ожидания у нас от реализации подвижного состава, от реализации автостанций и, соответственно, земли под ними. Также основного здания Чувашавтотранс по улице Гагарина. Ну и площадок в Новочебоксарске. Получил 214 миллионов рублей, пусть даже по торгам что-то и снизится, вдруг задолженность погасить и по налогам, и на задолженность по зарплате хватит. Другое дело, как там будут по договорам дальше расписаны, на какой период времени, допустим, месяц или полтора. Но уже к концу мая, тем более если в мае, решен вопрос должен быть. Другой крупный должник – Алатрский завод низкотемпературных холодильников. За ним более 12 миллионов рублей не выплачены зарплаты сотрудникам. В ближайшие месяцы должны реализовать и его имущество. За Чебоксарской типографией номер один остается более 11 миллионов рублей долга. Работа по погашению задолженности и привлечению к ответственности виновных должностных лиц будет продолжена, подчеркнул глава Чувашии. Ситуация находится на контроле правительства республики. На совещании также обсудили меры по легализации неформальной занятости в сфере образования и культуры. Необходимо постоянно проводить мониторинг индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, с которыми учреждения культуры заключают договор оказания концертных услуг. Руководством Минобразования Чувашии Михаил Игнатьев рекомендовал подумать о том, как можно выявить тех, кто занимается репетиторством. Эти люди тоже должны платить налоги. Ирина Волкова, Татьяна Трофимова, Андрей Шоколев, Республика.